Из книги «Открытым оком» том 12. Тема Лапкин книги. Вопрос 2718. Кто задает вам вопросы, которые иногда имеют продолжение через определенное время? И эти люди интересуются ли дальнейшим исполнением данного им раньше ответа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Случаи очень редкие. Вопросы просто разово освещены и тема закрыта. Но что касается сегодняшней ситуации, то она меняется. Иногда вопрошают о ней. На днях принесли материал из интернета о том, как у нас была два года назад директор Кестенского института Англии Ксения Деннен и ее материал о пребывании у нас. Взято это с комментариями Черкасова, ВГ писателя. Потеряевская игла. Комментарии о болтайском проповеднике РПЦЗ Лапкине Игнатии. Предлагаемый ниже вашему вниманию переведенный с английского языка и опубликованный порталом Credo.ru 21 февраля 2005 года отчик Ксении Деннен Игнатий Лапкин и его православная община. Интересно мне, как бывавшему в описываемом селе Потеряевке сообщины священомученика Анфима Некомедийского и на Христово-Сдвиженском приходе в Барнауле. На каких настоятельствуют протарей РПЦЗ Лапкин и Аким, брат главного героя отчерка Игнатия Тихоновича Лапкина. Я знаю многое связанное с их деятельностью, потому что являюсь родственником Игнатия Тихоновича и отца и Акима, Полине моей супруги. Немало ведаю, да теперь уже не все, потому что тесно общался с Сибирской родней, когда мы едино были в РПЦЗ до Лавровского раскола. Однако вот еще июлем прошлого года, в ответ на посылаемые Лапкиным распечатки моих статей с меч и трости, получил очевидно окончательное, в кавычках, приговорное письмо Игнатия Лапкина. Иглы, как он сам себя любит, в кавычках, кодово называть и подписывает свои стихотворные произведения. Изругав меня в письме с присущей ему саркастичностью, Игнатий Тихонович заканчивал. Вы мне приходите с родственниками в четвертом колене, родственные чувства должны тоже играть свою роль при пощаде обидевшего тебя. Простите, если вы датаили обиду на меня и на брата моего, кроткого, живущего не в мегаполисе, и считающего, что друженик сельского хозяйства самый нужный, и потом уж портной, и затем строитель. Писатель же стоит в самом конце за похлебкой, с вылезанной миской, за подачкой от тружеников земли. Я не писатель, это было бы для меня страшным поражением. Я проповедник православный, и таковым уже являюсь 42-й год. По великой милости моего, великого Бога и Иеговы. Немаловажно для понимания идеи иглы, что вот и здесь он подчеркивает Бога и Иегову, а не Христа. Несмотря на то, что Игнатий Тихонович издал уже 8 книг писателям, лишь с нашими мисками-то и подачками считать, ему себя, видимо, зазорно. Хотя и пишет, например, в огромном количестве стихи, какие, честное слово, мне чем-то нравятся. В очерке, несмотря на его англоязычность, натура иглы правдива в главном. В том, что однажды он мне выкрикнул в нашем споре, в потеряевке с огромным презрением, все церкви одним миром мазаны. Как это госпожи Деннан, предпочитающие Игнатия Тихоновича, в кавычках, романтикам удалось разглядеть в нем нелюбовь к любым церковным образованиям и, возможно, случайно о том проговориться. А насчет, в кавычках, необходимости введения на благослужение современного русского языка, то потеряевской и барнаульской общинам года три назад удалось этого добиться от долга все же сопротивляющегося тому их правящего, епископа Евтихии. Сей архиерей РПЦЗЛ вообще не равнодушен к Лапкину и собирался непременно хиротонизать Иакима Лапкина в епископы. Да Бог такой чести ему не дал, и опасающиеся гнева МПшных друзей Нью-Йоркский Синодала на то, на колонической территории Алексия Второго в перспективе их объединения не осмелились. Отец Лев-Лебедев писал, в христианских же народах, особенно в православном, великорусском народе, земное Отечество всегда воспринималось как образ икон Отечества Небесного. Почему его и старались благоукрашать, расширять и защищать до смерти в этом коре истинного духовного русского патриотизма. На все это можно только открыть Библию Иоанна 18.6. Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но мы не царство мое, не отсюда. Уже с первого момента религиозного общения, обращения, Лапкин критиковал церковь. Он обвинял духовенство в трусости перед лицом коммунистических властей. Он осуждал коммерческий дух, захвативший многие приходы. Ненависть к коммунизму заставила его отвергнуть модель церковно-государственных отношений, существующих в России с 1927 года. В результате соглашения подписано митрополитом Сергием, будущим патриархом. Он считал, что взрослых крестить недостаточно, их к тому подготовив. Что духовенство не учит верей. В то же время он был либералом в том смысле, что считал, что литургию нужно служить на современном русском языке, а не на церковно-славянском. Ксения была в Потеряевке, и она всем нам понравилась. Такая чистая, просветленная. Купила несколько наших книг, фотографировались с нею, и она была очень довольна, что попала к нам. Не вспомнится вчерашняя беда, забудутся крушения небоскребов, переживания исчезнут без следа, и наши клятвы не забыть угроба, сотрется мнившееся о безразмерном счастье. Я говорю о тех, кто будет с Богом, где свой закон, он не от этой власти, что Богу вопреки, то выйдет только Богом. Суметь бы в памяти предельно сохранить все милости, неспосланные свыше. Пусть голос мой и далее гремит, вселенная Библии услышит. О чем надмене нашепт нашептывало в дреме, где гордость высеяла злые семена, забвение пройдись с узруском каленым, дабы забылось, словно после сна. Где заднее не оглянусь на то, не спотыкаться, простирая спешно, быть может рядом смертный мой поток, хотя по милости от знания завешен. Забыть нескромные рассказы, анекдоты, обиды, затаенные на пару с осуждением, дать памяти от прошлого, насадиться субботой. Так ценность потеряли после реформы деньги. Забвение труднее тренировать, чем память. Не слышать шороха и запахи веселья. Крещение в воде единственная баня, где прошлое стирается умом, оставляя целым. Где прошлое стирается, ум оставляя целым. Без Божьей помощи себя не одолеть. От воспоминаний не убежать, не скрыться. От поприща греха проходит столько лет, но в память заплывают прошедшие страсти лица. Заполни дух святой одним собой, изделены душевные нейтроны. Зависнет пусть программа, будет сбой, и только будущий экран осветит ровно. 18 февраля 2005 года. Игнатий Лапкин.